В конце сентября были названы лучшие специалисты в сфере ЖКХ Подмосковья. В этом году в конкурсе приняли участие 279 профессионалов из 44 муниципальных образований Московской области. Среди победителей есть и представители нашего района. О слезаремонтажнике Алексея Новикове мы уже рассказывали вам. Героем нового сюжета стала Екатерина Гулега, машинист насосной станции Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Занявшая третье, почетное место. Слово нашему корреспонденту Татьяне Брыловой. Я работаю на стратегическом объекте с гордостью, заявляет Екатерина Ивановна Гулега, машинист насосной станции Видновского ПТО городского хозяйства. И с этим трудно не согласиться. Станция обслуживает все население города. Ответственность очень большая. Находясь 12 часов на предприятии, на этой станции, мы абсолютно полностью отключены от всех посторонних мыслей и полностью сосредоточены на своей работе. Потому что это очень опасно, очень серьезно, очень ответственно. Часто возникают нештатные ситуации, когда необходимо действовать четко и слаженно. В случае аварии со светом в городе или если вдруг увеличивается объем сливаемой воды. В это время может произойти непредвиденное обстоятельство. Поэтому все могут взорваться, отключиться насосы. И тогда весь город останется очень тяжелым. Станция действует с 1968 года. Несмотря на многократное увеличение численности населения, задача станции остается прежней – переработать весь мусор и пропустить водосток. И если еще лет пять тому назад перерабатывалось всего по несколько килограммов мусора в смену, то сейчас до тонны. Екатерина Ивановна застала те годы, когда работалась полегче. Ведь трудится она здесь уже 12 лет и признается – работу свою любит. Как ни странно, мне нравится. Я чувствую, что я как бы главная, я ответственная. И за моей спиной находится весь народ города. И я стараюсь, чтобы народ находился в спокойствии, находился абсолютно не думал о том, что что-то с ним произойдет, что-то случится. Такую же ответственность, говорит наша героиня, чувствуют все работницы в их дружном женском коллективе. У нас девять женщин. Мы все в этой ответственности. Мы все очень серьезно, очень строго к этому относимся. Наверное, именно ответственное отношение к работе и позволило Екатерине Ивановне войти в тройку лучших в своей профессии на областном конкурсе. Я люблю все такие мероприятия. Я люблю учиться. Очень много надо было почитать литературу, очень много там все узнать нового. И я с удовольствием ездила. На станции много цветов. Мы все за ними ухаживаем, растут хорошо от того, что воздух благоприятный, рассказывает Екатерина Ивановна. В общем, работницы по-женски создают здесь уют. Единственное, чего не хватает – внимания городских властей. Некоторые оборудования требуют замены. Но, как всегда, нет средств. Надежда лишь на то, что в середине 2016 года тут же рядышком построится новая станция, современная и большая. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.